Здравствуйте и позвольте разжечь. Политвестник ТВ продолжает подводить итоги уходящего 2012 года. Сегодня мы беседуем с экономистом Михаилом Делягиным. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Добрый день. Первый вопрос. Какое событие политическое или экономическое 2012 года вы бы назвали определяющим, характеризующим весь прошедший год? Ну, экономическое событие главное – это торможение экономического роста. Потому что, если первая половина была относительно благополучной, даже был рост выше, чем в 2011 году, то в третьем квартале этого года у нас был рост, сократился от 2,9%. В ноябре упал вообще до 1,9%. Поэтому, так сказать, говорить, что это во всем виновата засуха, невозможно. Засуха была в третьем квартале, и такого сильного эффекта она вне вредать не могла. Она могла дать эффект в августе, в сентябре, ну пусть в октябре. Вот это, наверное, главное событие, которое показывает, что нефтяная экономика перестала работать. Что даже при очень благополучных, очень благоприятных, высоких ценах на нефть, все, уже машина не работает. В 2011 году она не ускорилась при резком росте цен на нефть почти на 40%. В этом году при запредельно высоких ценах на нефть она начала терять ход. Какие, кстати, политические последствия этого могут быть? Политические последствия мы видим очень ярко, потому что в 2011 году, что значит экономический рост ниже 5,5%. По очень качественным, хорошим исследованиям, которые были сделаны в середине 2000-х годов по заказу правительства, кстати, социальную политическую стабильность нельзя поддерживать, если экономический рост ниже 5,5%. Просто слишком быстро растут аппетиты групп влияния, пряников сладких на всех не хватает. В 2011 году стало ясно, что да, пряников не хватает, такого роста не будет никогда больше. И самую бесправную из групп влияния население очень сильно отжаривает. Даже по официальной статистике после предвыборной накачки деньгами реальные доходы выросли всего на 0,8%. Если убрать погрешности, получается, что 90% населения потеряло не менее 7,5% своих реальных доходов. А ведь, тем не менее, население никуда не выходит. Оно не выходит на улицу, оно не выходит на активный протест. Получается, что с одной стороны, понятно, что отжимают, а с другой стороны, всем довольны или просто не готовы? Нет, не довольны, но не готовы. Потому что либеральный протест я скредитировал в конец. Этот цирк с выборами в Координационный Совет, эта позиция, это просто недоразумение. Выборы в Химках – это кошмар. Очень характерно полное отсутствие какой бы то ни было реакции либеральной оппозиции, кроме Химок, на избирательную кампанию в целом осенью этого года, когда с мест говорили о злоупотреблениях, которых никогда раньше не было, о фантастических фальсификациях, даже при очень низкой явке. Но, типа, либеральная оппозиция – все скушено. Но ведь там в КС не только либералы, там есть и националисты. Нет, в КС всякой паре по паре, но организовывали процесс либералы, и костяк составляют либералы. Остальные – они на подпевку. И после того, как КС избрался, путем сильного унижения всех, кто согласился в этом цирке участвовать, о нем больше ничего не слышно. Дело не в том, что их не показывают по Первому каналу. Да, у них есть дождь, у них есть интернет. Ну, просто они занимаются каким-то междусобойчиком. Это такой ухудшенный вариант общественной палаты, которого тканули в лето, их больше нет. Вот. И это вызвано, я думаю, не только страхом репрессии, не только физической усталостью, но и потому, что 6 мая либеральные вожди оппозиции были вынуждены идти под красными флагами, потому что других флагов не было. И они увидели, что, так сказать, кремлевская пропаганда права, и они этой стране, как они говорят, чужие. Потому что они либералы, включая господина Навального, а Российская Федерация – это социально-патриотическая страна. Ну, и какой смысл поднимать людей, которые вас сметут, которые вам чужеродны? Когда вам значительно приятнее, так сказать, люди за кремлевской стеной или в Доме правительства, чем те, от имени кого вы выступаете. И именно поэтому люди не выходят на улицу? Нет, люди не выходят на улицу не поэтому. Но политически активные люди, с одной стороны, устали, с другой стороны, их осадили сами их вожди своими действиями. Всеми этими бесконечными разборками, когда, что, куда, ходить, не ходить. Потом люди остыли просто потому, что им надоело слушать одни и те же глупости каждый раз. Причем глупости бессодержательно не надоело не иметь позитивной программы. Потому что позитивную программу либералов она не поддается публичному произнесению. И, с другой стороны, креативный класс, как называют, еще называют его офисным планктоном, зависит от точки зрения. Он выдохся, он устал, потому что нужно зарабатывать деньги. А Россия промышленная, которая, собственно, определяет будущее страны всегда и определяет переломы, она еще не раскачалась. Но присоединение к ВТО, я думаю, людей убедит. А что будет после присоединения ВТО? А мы уже присоединились. Уже идет закрытие рабочих мест. Причем не только там на предприятиях, там, сельхозмушностроений, в легкой промышленности, в некоторых местах в пищевой промышленности, но и становится нерентабельным личным подсобным хозяйством по производству свинины, например. Так что здесь все внятно, и все это будет продолжаться. Но в политике главным событием, безусловно, стала провокация вокруг пуссираются. Это была провокация, с моей точки зрения, организованная кем-то в государстве. У меня есть гипотеза, кто это, но, что называется, юридических доказательств нет. Но там талантливых людей не так много способных так спланировать. А кто как вы делаете? Ну, не знаю. Раз современным искусством работали, насколько я понимаю, господин Сурков и Гельман. Вроде там других любителей современного искусства нет. А это, безусловно, современное искусство. Это не классическое искусство. Но это предположение, которое, так сказать, юридически ничем не подтверждено. Может быть, они... Может быть, это действительно самодеятельность. Но вы знаете, если это была самодеятельность... Гениальная в таком случае самодеятельность. Но обратите внимание, что суд, в принципе, не интересовался, не только следствием, но и суд, в принципе, не интересовался, а кто, собственно говоря, был режиссером-постановщиком. А кто писал сценарий. А кто готовил съемочную площадку. Договаривался с охраной. Но в храмах Христа Спасителя с охраной даже не пытались договариваться. Но, так сказать, длительная съемка в другом соборе. Она не могла быть просто так. Она не могла быть без согласования какого-то там внутреннего. В любом случае, те люди, которых мы видим, они даже качественную нарезку сделать не могут. Потому что если это действительно официально, мы к этому относимся как к порнографии, к публичному хулиганству. Отлично. Но, знаете, если вы разоблачаете порнографию, то суд всегда интересуется, а кто, если, конечно, доходит до суда, а кто держал камеру. Он же увидел, что происходит в объективе. А кто писал сценарий. А кто делал монтаж. Ну, допустим, выложить на YouTube они сами могли. Это дело нехитрое. Но хотя бы как свидетели эти люди очень важны. Потому что они проявляют... Действительно, это был умысел, это была глупость. Если люди хотели оскорбить чувство верующих или хотели сделать политическую акцию, так просто не подумали, нет несчастных случаев. Может быть, они хотели оскорбить чувство одного, единственного верующего? Вы знаете, я думаю, что если вы имеете в виду тот, кого нельзя называть, то вряд ли этот человек верит, по крайней мере, в Господа Бога. Сильно сомневаюсь. Ну, как бы вот... Было бы странно, если бы он в него верил. По крайней мере, мне. Но это дело вкуса, опять-таки. То есть, есть некоторые юридические доказательства, что это была провокация людей, может быть, не государственных, которые сидят очень глубоко в государстве. И очень комплексно подходят к проблеме. Потому что, например, чтобы суд занимался вынесением решений на основании документов средневекового собора, ну, как вы себе представляете, судью о ходьбе прокурора, который вообще что-то слышал про какие-то средневековые соборы. Потому что в Уголовном кодексе формулировка хулиганства с особым цинизмом вполне достаточна для всего, что вы захотите. То есть, вы всерьез полагаете, что кто-то, кто находится глубоко в государстве... Высоко в государстве. Высоко в государстве. Хорошо. Высоко в государстве мог нанести такой сокрушительный удар по системе. Это удар не по системе. Нет, это удар по обществу. Это удар, который расколол общество. Который людей, объединенных протестом против безумия государства, против безумия даже не государства, правящей тусовки, этих людей расколол очень жестоко и сразу разбил на несколько кусков. А зачем, разделяя власть? Конечно, конечно. То вы имеете единый фронт, который на вас идет. И к нему, в принципе, может присоединиться даже патриарх Кирилл, потому что он с некоторой симпатией относится к советскому периоду. Он считает, что власть должна быть ответственна. Он там произносит летом проповедь про... Как это? Про волков, в общем, про волчищ, которые задирают агонцев и прочее. И, в принципе, вы видите, что... Да, люди все очень разные, но у них общее негодование тем, что государство не исполняет свои служебные обязанности. Вы выпускаете на сцену трех девушек, которые, скорее всего, были абсолютно искренне в своем безумии. И происходит ситуация, когда вот эти люди, которые объединяют против вас, начинают грызть друг друга. У нас это было в 2003 году с олигархами, потом это было у нас с русскими фашистами, потом это у нас было с этнической мафией. Пожалуйста, вот вам мракобесы. И когда православные активисты начинают говорить, что да, это действительно мрак, это действительно бесы, с моей точки зрения, ничего не поделаешь. И русская православная церковь не может отмыться от всех этих людей, потому что они активны, их немного, но они горлопанят так, что никакой оппозиции, так сказать, не может с ними соревноваться в этом. При этом РПЦ очень демократическая структура. Если вас назначили на приход, то с вами уже ничего сделать практически нельзя. И вылезает безумное количество людей, которые вам на головом глазу объясняют, что я цитирую, цитирую, что православный человек не имеет права на социальный протест. Он имеет право только молиться. Отец Александр Шумский, Москва. Что советский период истории не имеет ничего общего с историей нашей страны, с нашего народа. Вообще ничего. А вот мы все инкубаторские. Это очень высокопоставленный иерарх. Что война была нам послана, послана была нашему народу как наказание за безбожие. Это вообще кем нужно будет, чтобы такое произнести? Вылезают люди, которые говорят, что прощать некорректно. Просто интересно, люди Библию-то читали, прости Господи. Ну, нам доводилось встречать человека, который там выходил и говорил, что необходимо осудить Пусси Райт, но при этом ничего не слышал о Христе и о том, как он изгонял торговцев из храма. Нет, дело Пусси Райт не хотели изгнать из храма торговцев, они хотели изгнать из храма другого человека. И храм Христа Спасителя юридически не является храмом, он юридически является территорией Московской мэрии, на которую пускают. Но это все лирика. Мы имели... Вот я не так давно слышал совершенно потрясающую фразу от очень уважаемого священника, очень разумного. Причем без всякого запала. А почему вы думаете, что священник должен быть лучше вас, когда священник частью общества? Прости господи, а если священник не лучше меня, то зачем ему не нужен вообще такой священнику? С какого перепоиска, с какого будуна он мне нужен? Он должен быть лучше меня, как милиционер должен быть лучше меня, как судья должен быть, ну, моральный, по крайней мере, должен быть моральный меня, если он решает... Он, по крайней мере, должен иметь право. Да, да, да. И раз так, ну, извините, о чем-то дойдет речь. Это удар был великолепный, точечный. Вот я бы, если бы я давал государственную премию за достижения в области пропаганды, я в государственном управлении дал бы этому человеку государственную премию. Гениально было сделано. И никакой господин Гельман это придумать не может. Это более умные люди придумывают. Теперь давайте уже к более близким событиям. Совсем недавно был подписан акт Магнитского Бараком Обамой. Ваше мнение, это как-нибудь повлияет на экономическую ситуацию? Нисколько не повлияет. Это, конечно, может создать юридическую базу для того, чтобы при желании какого-нибудь из наших олигархов, какого-нибудь из наших чиновников преследовать. Но Америка свободная страна. Если она захочет вас преследовать, ей для этого законы не нужны. У нас есть достаточно большое количество случаев, когда человека включали в все или иные списки без всяких законов. Просто понадобилось и включить. А внешнеэкономические связи, как это может повлиять? Никак. Тоже никак. Насколько я знаю, бандиты, которые туда включены, извините, сотрудники правоохранительных структур и сотрудники российского, представители российского правосудия, они внешнеэкономическими связями практически не занимаются. Я думаю, что у них могут конфисковать то, что они имеют за границей. Это классический случай. Что если актив, полученный при помощи коррупции или преступлений, выведен за границу, и об этом первой заявляет страна, из которой он выведен, тогда этот актив принадлежит стране. А если первый об этом заявил кто-то еще, то этот актив принадлежит кому-то еще. Ну вот смотрите, сейчас Государственная Дума принимает целый пакет антимагнитских законов, после чего может начаться просто эскалация, какая-то политическая эскалация, или нет? Или вы не это не верите? Я в это абсолютно не верю, никому это не нужно. Госдума, по-моему, продемонстрировала высочайший, даже не интеллектуальный, а моральный уровень. Ну согласитесь, что может быть логичнее и моральнее для депутата Государственной Думы, чем мстить российским сиротам за то, что американские законодатели недостаточно толерантно относятся к российским оборотням в погонах. Я осознанно пользуюсь официальной лексикой. Толерантно, оборотням в погонах. Что может быть морально нечестнее, чем это? Мы боимся ударить по Америке, потому что, ну, а вдруг нам тоже, грин-казкать, визу закроют. Там у многих из них близкие родственники живут в Америке, дети живут в Америке. Насколько я слышал, что дочка госпожи Рыбниной, это... До голосования за это она была нашей гордостью, хоть и членом Единой России, многократная чемпионка мира, икона, но она вот как-то борется за то, чтобы российские дети не попадали в эту чудовищную Америку. То есть, Америка такая чудовищная, что уж она свою-то дочку не спасет от этой Америки. Но она ее увезла, по-моему, в четырехлетнем возрасте. Да, но можно эвакуировать. Она, конечно, взрослая. Она, конечно, уже взрослая. Я не думаю. Я не думаю. Я думаю, что она все-таки не безумный человек. Я думаю, что она очень разумный человек. И, понимаете, если бы депутаты Единой России были бы в чем-то искренне, они сделали бы справочку. Ну, Астахова попросила, он бы сделал. Судьбы российских детдомовцев, судьбы российских детей, взятых на установление российскими семьями в процентном отношении. И в процентном отношении судьбы, так сказать, детей, установленных в Америку. Пройтись по результатам. Пройтись по результатам, да. Уже это все процесс идет долго, 20 лет. Просто посмотреть. Да, есть чудовищные эпизоды. Да. Да, российских представителей посольства не пускают на суды, которые решают судья. Но, знаете, по тому, как российские представители посольства относятся гражданам Российской Федерации, я бы их вообще никуда не пускал. Я бы некоторых за них в зоопарке бы держал. Я понимаю, что это нарушение юридических норм. Это понятно. Но, наверное, мы будем не мстить детям. Если бы сначала вы приняли какие-то законы о состоянии российских сирот в российских детдомах, а потом уже занялись бы эти, пожалуйста. Пожалуйста, да. И тогда я согласен. Но о состоянии российских сирот в российских детдомах, по-моему, никто и не интересовался этим. Вот недавно прошла информация, что в городе Маски, Кемеровской области, в детском доме за последние три года от недоедания умерло 27 детей. Умерло от недоедания. В каком состоянии остальные там фотографии, ну, как и за свенцем, только цветные фотографии. Абсолютно, как и за свенцем. Значит, директора взяли, а его не за что сажать, он не воровал. Ну, столько выделяется денег, денег российским государствам на содержание сирот, что они умирают от голода, как в фашистском концлагере. То есть, Государственная Дума у нас, получается, влетает где-то в облаках. Государственная Дума ни в каких облаках не влетает. Она, насколько я понимаю, хочет, чтобы российские дети умирали от голода. Вот именно так. Но не уезжали в Соединенные Штаты Америки. Не доставайся жителей. Я понимаю, это такое их понимание патриотизма. Ну, что ж пойдешь, есть разные понимания слов. Есть понимание патриотизма, что евреев надо сжигать в газовых камерах. Мы знаем это понимание. Есть понимание патриотизма, что русские должны сдохнуть, потому что много их развелось. Слышали мы это понимание патриотизма в начале 90-х годов. Есть понимание патриотизма, что русские должны быть рабами кавказцев. Знаем мы это понимание. Но вот по улицам мимо нас каждый день ходят. Попробуйте только косо на него посмотреть. и сначала вас зарежут, а потом официально скажут, что вы себя четыре раза ножом ударили в сердце. И вы же еще окажетесь посмертно русским фашистам. Ну, вот. Относительно этого Госдума весьма толера по отношению к нам. И последний вопрос, Михаил Геннадьевич. К чему готовиться россиянам в наступающем 2013 году в экономическом плане? К чему? К Новому году. 3 января мы все дружно, кто еще будет в состоянии после Нового года, отметим новый всенародный праздник. Конец света по новому стилю. И что? И что он с собой принесет? Конец света. Ну, я думаю, что в 2013 году ни мир не сроется в глобальную депрессию. Надеюсь. Ни Россия не сроется в системный кризис. Так что будем продолжать относительно комфортное догневание. Владимир Владимирович будет произносить правильные слова. Дмитрий Анатольевич пока его не уволят, будет суетиться. Товарищ Дворкович, тут недавно, как выяснилось, товарищ организовал принятие решения. Я надеюсь, что это ошибка, что они одумаются. Что можно продавать спиртное ближе, чем на 100 метров от школы. Ну, раньше же проклятый режим давит бизнес, гнобит, не позволяет людям нормально развивать предпринимательство. И нельзя продавать спиртное ближе, чем к 100 метрам от школы. Это логично. Это логично. Как мы в 8 классе и в 9, и в 10 иногда ходили в школу, когда прогуливали уроки, или там был пустой урок, мы шли, пивко покупали. Это неправильно. Не надо так делать. Ну, так и неправильно. Не будем гнобить бизнесу. Можно прямо перед школой пивной ларек ставить. Никаких проблем. Все в порядке. Ну, такое было, по-моему, в 90-е годы. В 90-е годы много чего было. В 90-е годы возраст согласия, товарищи депутаты, охотничьи до клубнички, снизили до 14 лет. В возрасте согласия, извините, на метро университет продавали фаллые имитаторы в открытой витрине 20 сортов. Я так до сих пор это помню. Видите, что прежде этого нет, уже прогресс. Вы знаете, некоторый прогресс есть. Давайте сравнивать прогресс с временами цивилизации. Давайте сравнивать хотя бы с 87-м годом, а не с временами одичания. Можно сейчас с 18-м годом сравнить с военным коммунизмом. Тоже мы еще пока до этого не в состоянии. Не дошли. Давайте возблагодарим Господа и Владимира Владимировича Персонавина. Я говорю, что некоторые достижения есть, но от них очень быстро откатываются. Причем откатываются люди вроде относительно пристойные, относительно приличные. Я думаю, что если бы Сечину предложили такое решение принять, то он бы при всех своих негативных особенностях он бы сказал, что «Ребята, еще раз скажите, морду набью». Почему-то в этом духе. А тишайший господин Дворкович спокойненько пробивает решение. Я же не могу себе представить, что ему заплатили за это решение. Это не концентрированные потоки. Это именно отношение к людям, это отношение к детям. Это специфическое понимание свободы бизнеса. Вот это будет продолжаться и будет нарастать. А что будет с ценами, с паровым отоплением? Пожалуйста, а что будет с ценами? Я думаю, что если вы любого человека на улице спросите, он скажет, что цены будут расти. Причем быстрее, чем в этом году. Вы хотите сказать, что я что-то более умное скажу, чем скажет любая бабушка на лавочке? Не скажу. Это мудрость народа. Цены будут расти. Я могу потратить два часа на объяснение, почему именно и как именно. Но мы так все это знаем. На ЖКХ будут проблемы. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а мои знакомые в Москве сидят сейчас без света. В Москве. А 21 декабря многие мои знакомые сидели без света. Правда, с отоплением. Потому что коммунальное хозяйство довезено вот до этого состояния. Когда мороз минус 23, и оно начинает сбоить очень сильно. В Москве. В самом богатом городе Российской Федерации. В одном из двух, ну хорошо, в одном из двух десятков городов, где что-то приличное делают с коммуналкой. Да, коммуналка уже работает из рук он плохо. Как вы думаете, что будет с коммуналкой в следующем году? Ответ. Будь еще лучше. Для богатых пустили сапсан. Скажем, в городе Твери абсолютная большинство людей в принципе не может купить билет. Хотя билет до Москвы там полторы тысячи рублей стоит. Там нет людей этих денег. Но один сапсан, в момент запуска, это было минус 10 грузовых поездов. Сейчас железнодорожники совершили подвиг. Сейчас минус 7 грузовых поездов. Борно аплодируют. Пустили сапсаны, перегрузили трассу Москва-Санкт-Петербург, которые и так скорее направление, чем дорога, получили эту знаменитую пробку, которая пять с половиной суток стояла. Сейчас будут делать параллельную дорогу. Мучительно и бессмысленно. Потому что проще запустить водный путь. Гораздо проще разгрузить, переложить все на баржу, пусть плывет. Но на этом нельзя столько указать, сколько на дороге можно указать. Плюс лобби дорожников сильнее лобби речного флота, которого просто уже физически не осталось. И примеры могут бесконечно приводить такого рода. Вы их приводите, приводите, и я-то согласен. А вот люди спрашивают, ну что будет революция в 2013? В 2013 году не будет. Не тот номер. Спасибо большое. Спасибо вам. Итак, в 2013 году революции не ждите. По крайней мере, именно это обещает нам Михаил Деляин. Я не обещаю, все-таки прогнозирую. Хорошо. Именно это прогнозирует нам Михаил Деляин. Смотрите предвестник. Счастливо. Спасибо.